видео канал салапин ru представляет добрый день сегодня я в самоавтоклаве домашний стандарт буду готовить немного более сложный рецепт чем мы делали в прошлый раз а именно мы будем готовить рыбу в томатном соусе что нам для этого понадобится для этого рецепта мы берем филе рыбы нарезанного кусками по 50-70 граммов помидор лук соль томатную пасту подсолнечное масло и воду все в оригинальном рецепте использовалась филе скумбрии но скумбрию дима не ловит пока по крайней мере поэтому я буду готовить щуку в томатном соусе первым делом готовим заправку из овощей для этого мы нарежем лук и кубиками нарежем помидор если лука много можно нарезать его полукольцами ну у меня на две баночки нужно всего лишь четвертинку поэтому как нарезалась так нарезалась кубиками нарежем помидор для того чтобы резать помидор нужен очень острый нож противном случае помидор будет не резаться помяться в одной столовой ложке полной столовой ложки примерно 15 миллилитров масла на мой объем рыбы нужно две полные столовые ложки добавляем их на сковородку сюда же добавляем наши нарезанные овощи сейчас все это будем обжаривать на медленном огне пока у нас обжариваются овощи смешаем томатную пасту с водой для того чтобы получить томатный соус одну столовую ложку на полицию рыбы здесь ничего хитрого нет просто перемешиваем томатную пасту с водой до однородного состояния после того как сковородка разогрелась тушим наши овощи на небольшом огне примерно 10 минут в оригинальном рецепте ничего не сказано куда конкретно надо вмешивать соль поэтому я добавлю ее в наш томатный соус высыпаем соль в томатную пасту и перемешиваем после того как овощи потушились добавляем их к рыбе и перемешиваем стараемся по возможности равномерно распределить овощи и рыбу раскладываем рыбу с овощами по подготовленным банкам я использую банки 500 миллилитров куски рыбы достаточно большие поэтому меньше объем банки скорее всего не подойдет а больший объем банки производители не рекомендуют использовать потому что они недостаточно равномерно прогреваются раскладываем рыбу так чтобы она заполняла банку под горлышко там где начинается резьба плотно утрамбовали рыбу в каждой банке и вот меня теперь две значит надо равномерно соус распределить по этим банкам потому что у меня в этом соусе находится еще и соль вот так вот разливаем получаем практически под горлышко немножко так утрамбуем чтобы у нас соус заполнил все пустоты я для консервирования использую банки с крышками твистов поэтому я закрываю даю чуть-чуть обратный ход и хорошо что у меня эти две банки есть потому что если бы была бы одна пришлось бы уравновешивать или на кассете 2 банка с водой берем кассету располагаем банку одну напротив другой накрываем крышкой кассеты и заворачиваем гайку когда мы используем крышки твистов то намертво гайку заворачивать нам не обязательно она нужна просто для того чтобы банки не выпадали из кассеты при транспортировке а вот для крышек из кого гайку надо заворачивать при помощи ключа очень и очень плотно наша кассета готова приступаем собственно к приготовлению изготовление данных консервов проводится при температуре 115 градусов минимум 25 минут но для того чтобы все кости размягчились производители рекомендуют время увеличить до 50 60 минут соответственно доводим до нужной температуры и дальше готовим положенное время как я уже это рассказывал в предыдущем видео про использование автоклава у меня прошло полтора часа давление упала до атмосферного температура тоже уже ниже 50 градусов здесь сверху он вообще уже можно сказать остывший ну снизу чуть-чуть горяченький можно открывать и доставать кассеты легкий рыбный запах уже пошел достаём нашу кассету смотрите какая прелесть подвинчиваем нашу кассету все уже достаточно снимем крышку и посмотрим на наши банки банки еще горячие но я вижу что содержимое равномерно перемешалось выделился сок явно из рыбы потому что жидкости стало гораздо больше чем было когда мы укладывали по окончании процесса автоклавирования наша крышка окончательно подтягивается и банка становится герметичной просто так и и открыть очень очень сложно у нас получили замечательные домашние консервы щука в томатном соусе их можно подавать горячими с любым гарниром можно подавать холодными как закуску к столу приятного аппетита субтитры добавил DimaTorzok